Брат-повелитель даже не выслушал нас. Иногда я его не узнаю. Я тоже не рада принятому повелителем решению. Но и вина Касыма велика. Это еще брат-повелитель милосердно поступил. А если бы он его казнил, мы бы и слова сказать права не имели. Запирать его вместе с безумным и есть милосердие отеке. Очевидно, что он всем хотел преподать урок. Не слышала, что он сказал. Каждого из нас предупредил. Не делайте ничего у меня за спиной. Атике, ты тоже теперь будь осторожна. Забудь уже эту историю с Силахтаром. Ты его подставишь и сама сгоришь. Кстати, а о чем вы говорили в тот день после моего ухода с Силахтаром? Ни о чем. О чем мы могли говорить? Я сказала, что это было необходимо. Закрой эту тему уже. Не указывай мне, что делать, Геверхан. В любом случае, в сердце Силахтара нет другой. Просто развлекался с Систер только и всего. Султанши, я наказал стража у дверей Шекзаде Хасыма, чтобы они нам докладывали о его состоянии. Случилось то, что я так боялась, Хаджа. Я столько лет оберегала детей от своих врагов. Теперь я вынуждена защищать их не только от врагов, но и друг от друга. Войди. Валиде, вы меня звали? Подойди, Аиша. Обсудим с тобой эту ситуацию с Фарьей. Сообщили, что Хатун беременна. Она носит под сердце моего внука. Хотим мы того или нет, но это правда. И что теперь будет? Она будет в гареме? Если будет меня слушаться, конечно, она попадет в гарем. Отныне я не хочу ссор между вами. Ваши обязанности делать моего сына счастливым и растить моих внуков. Все, что не входит в этот список, я буду пресекать. Теперь, когда я беременна, надо быть еще осторожнее, Нуну. Вчерашняя ситуация больше никогда не должна повториться. Как прикажете? Что вы делали во дворце? Как воспринял эту новость султан Мурат? Он очень обрадовался, совсем как я. Я не стала рассказывать ему о произошедшем и расстраивать. Потом меня позвала Кюсэм Султан. Как я и полагала, она отказалась от своей затеи, узнав о моей беременности. Надеюсь, вы отнеслись к ней с почестями. Не волнуйся, Нуну. Я сдержала себя. Вела себя так, как хотелось бы Кюсэм Султан. Рассказала ей, как я ценю ее и султана Мурата. И она протянула мне руку. И я эту руку поцеловала. Это самое верное решение, принцесса. Она валиде султан. Даже если вам и не хочется, вы должны относиться к ней с уважением. Я буду делать все, что в моих силах, Нуну. Только не знаю, что мне готовит будущее. Знаю лишь, что войну, если кто и начнет, то точно не я. Не к добру то, что Перси до сих пор столица. Очевидно, так, повелитель. Учитывая полные сундуки золота Ильяса Паши, надо понимать, что у них есть грандиозные планы. В свое время Перси, воспользовавшись нашей слабостью, пытались и земли наши захватить. До сих пор они бродят в государство, которое им не поддалось. Однако, всему свое время. Сначала уберем предателей, что нам ближе всего. Да, Аллах, повелитель. Я всегда буду рядом. Зачем мы за Персами гоняемся в такое время? Пойдем лучше отдыхать. Твой отдых значит развлекаться с разными хатун, да? Да. Но мы же идем прямо навстречу приключениям. Иди сюда. Я не хочу приключений. Отдыхать хочу. Добро пожаловать. Рад встрече. Послушай, Бескрылый, вот однажды тебе представится писать свою биографию. И о чем ты напишешь там, а? Да какая разница, любопытный ты человек. Что я напишу? Так ты и поэтому столько всего делаешь, а? Теперь-то я все понял. Да, я тебе волю, ты и правда книгу писать будешь. Бескрылый, мы по приказу повелителя здесь. Это важное для нас поручение. Повсюду в стране предатели. Они продадут страну. Ради Аллаха, думая о деле, хоть немного. Хоть немного, чуть-чуть. Капульку, а? Ладно, не замолчит никак. Говорит и говорит, говорит и говорит, а? Достал. Что? Что, ничего. Пришли вести от Ильяса Паши. Он начал собирать добровольцев. Мы тоже помогаем, в чем можем. Неизвестно, чем этот мятеж закончится, однако, мы примем все меры безопасности. Отлично. Скоро османы на уши встанут. Каждый получит по заслугам. Амасия же перейдет в ваши руки. Этот вопрос еще не решен. Зависит от того, как пройдет война. Наши друзья-персы получат все, что захотят. Все. Вот это посол, а? Зашел и выйти никак не может. Посмотрю-ка я, что он делает. Я мухой. Стой, стой, стой. Мы столько ждали. Подожди еще. Разрушишь такое кропотливое дело. Ты мне дай три акче, а я верну тебе через четыре дня. Хорошо, даю тебе три акче, но верни в понедельник. Этот мужчина. Корнелиус. А кто это? Священник. Какой священник? Священник башни в Галата. Башня в Галата? Священник церкви Галата. Священник башни ты. Упаси Всевышний. Бескрылый. Что может иметь общего? Персидский посол с этим священником. Это дело совсем не к добру, да? Я слежу за священником, а ты иди за послом. Да, да, да. Как дела? Ларёк закрыт, Эфенди. Ваш ларёк совсем иной. Ясно, кто к вам так часто заходит, Эфенди. Исчезни. КОНЕЦ Язарфан. Язарфан. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. 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 Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пришел узнать, все ли путем... Ведь на рынке за нами следили... В ларек зашли чешуя... Мы спаслись с послом в последний миг... А за мной могли проследить? Не думаю... Они, должно быть, упустили вас... В противном случае... Уже давно были бы тут... Очисти всю грязь Синана... Избавь меня от этой беды... Не волнуйтесь... Я очищу... Спасу вас... Продолжение следует... 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 О, Аллах мой... Валиде... Как вы и приказывали... Подарок Гель-Бахар Султан... Был отправлен... Превосходно... Посмотрим, понравится ли ей. Они пришли прямиком в мои покои, а ты даже не узнал об этом? Султанша, простите. Кюсэм Султан, должно быть, нашла свой вариант. В конце концов, это ведь Йогарем. Пока что, Зейнель, пока что. Немедленно убери её. Похороните со всеми почестями. Поехали. Поехали. Слушайте меня внимательно. Если выполните всё, что я сказала, я одарю вас благами. Война Лыковак есть одна девица. Она свела с ума нашего повелителя. Кроме того, Хатун – свободная принцесса. Вы расскажете это во всём городе. Считайте, что всё уже сделано, Султанша. Узнав, что ты беременна, я сильно обрадовалась, Фарья. Но ведь в последнее время мы совсем не в духе. Надеюсь, что мой племянник родится здоровым, иншаллах. Иншаллах. Большое спасибо, Атике. А отныне ты будешь членом нашей семьи. Но на самом деле я не знаю, хорошо ли это. Тебе повезло, что ты остаёшься тут. Быть далей от дворца – самое лучшее. Меня очень огорчило случившееся с нашим Шахзаде. Я знаю, что и Султан Мурад очень огорчён. Он не будет его там долго держать. Иншаллах. И я на это надеюсь. Ибрагим сильно огорчился. Мой брат – близнец. Я ещё не всех хорошо знаю. Династия велика. Да, вдали от столицы у меня есть ещё две сестры. Айше и Фатьма. Они давно вышли замуж и уехали. А ты? Ты когда выйдешь замуж? Говорила с Силахтаром. Не смогла. В тот день пришла Геверхан и помешала. Она желает, чтобы я не видела с ним. И она всё знает. Конечно. Я ей доверяю. Но только она холодная, как и моя Валиде. Любит жить согласно правилам гарема. Но она хорошая. Очень любит меня. Не желает моей печали. Войди. Султанша. Каждый день я узнаю что-то новое от тебя, Силахтар. Я совсем не знаю, как буду доверять тебе. Что случилось, Султанша? Атике сказала, кто у тебя в сердце. Эстер Хатун. Ты ещё смеешь смеяться? Ты дал надежду Атике, а теперь ещё появилась Эстер? Будьте уверены, Султанша, что это было до вас. Нет ей места в моём сердце. И быть не может. Я говорил вам. Мой покой заключается в вас. Я понятия не имею, как доверяюсь тебе. Кроме того, если поверю, или даже доверюсь, ты видел своими глазами, что мой брат-поверитель не щадит. А это значит, что мы проворачиваем дело за его спиной. Нельзя, Силахтар. Можно, Султанша? Можно. Я готов принять врагом весь мир ради одной вашей улыбки. Хватит одного, чтобы ваш прекрасный Вик всегда улыбался мне. Этот шёпот со временем станет больше, Нарин. Вся столица узнает. Иншаллах, Султанша. Тогда Тайналы Кавак и обрушит на голову этой женщины. Тайналы Кавак. Тайналы Кавак. Конец. Тайналы Кавак. Повелитель, я привел Агу, что переправлял изуицких предателей. Ты отпустил священника Корнеллиуса Синана. Немедленно объяснись. Повелитель, простите, но мне предоставили документ из дворца. В противном случае, смею ли я освобождать кого-то? Это было отправлено Кютап Исламом Эфенди, повелитель. Продолжение следует... Повелитель, это твоя печать? Моя, повелитель? Ах ты, позорище! Ах ты, собака! Значит, ты и есть предатель среди нас, так? Повелитель, я... я ничего не делал! Я не предавал вас молчать! Кто еще в моем дворце есть? Где священник Корнелиус? Повелитель! Вот и должная литература. Оказывается, он из иезуитов? Нет, повелитель! Клянусь, именем Аллаха и Корана, что нет! Я не связан ни с одним из них, повелитель! Забрать его! Заставьте говорить! Повелитель! Тут написано одно место. Если желаете, немедленно осмотрим его. Отправимся. Внимание! Валидекюсэм Султан Хазрет Лири! Султанша! Я получила ваш подарок. Но эта хатун совсем мне не знакома. Пожертвовали наложницей. Как и всегда. Невинный отдан в жертву. Ты должна была уйти тогда, когда я тебе об этом сказала, Гюльбахар. Ты не послушалась меня. А теперь я не сошлю тебя, даже если ты захочешь. Ты будешь перед моими глазами и у меня под рукой. Я буду играть с тобой, как кошка играет с крысой. Ты каждую ночь, ложась спать, будешь молиться о том, чтобы проснуться. А после... Совсем неожиданный для тебя день. Я отниму твою жизнь. Повелитель, это здесь. Повелитель. Ты знаешь латынь. Что написано? Салютем морте. Это значит, смерть есть спасение, ага. Они поняли, что засветились. Они до сих пор среди нас. Мы сослали сотню людей из общества. Но настоящие предатели до сих пор ходят среди нас. С позволения Аллаха, мы вызволим их из той дыры, в которой они находятся, и вырвем каждому сердце. Это их последнее действие, Повелитель. Их круг сужается. С каждым действием они будут тонуть еще глубже. Вместо ссылки каждого из них нужно было убить. Отныне никого не простим. Каждый, кто имеет отношение к этим предателям, будет трястись от страха перед моим гневом. Корнелиус, отныне не будет нашей проблемой, султанша. Избавь меня от этой беды. Я спасу вас. Избавь меня от этой беды. Синан! Синан! Наконец-то, Синан Паша. Раз священник мертв, то твое место отныне стало еще крепче. Кюсэм Султан не сидит спокойно. Она начала угрожать мне. Рано или поздно она нападет. Я буду вас защищать ценой своей жизни, султанша. Да и так воды каждого из них иссякли. Вместо свосстания мы Кюсэм Султан и Султан Мурат сгорят. А мы дойдем до желанной силы. А вы станете Валиде Султан. А ты моим верным великим визирем. Миром будем править мы вместе. Султан, что случилось, Халиль Паша? Как жаль, что случилось то, чего мы боялись. По вашему приказу, я перешел в Анадалу. Я дал приказ следить за лесом Пашой. Этот неверный не отправился в Дамаск. Он отправился в Балакисер. А там он собирает войско. Балакисер. Валиде? Есть дело, которое нам нужно обсудить. Лализар. Что происходит? Мне неизвестно хранитель покоев. Да. А есть ли у тебя сведения о халифе Хатун? Что с ней случилось? Ты сослала ее? Конечно. Ты лжешь, Хатун? Я допросил стражников. Никто не отправлялся в Старый дворец. Что вы с ней сделали? Или она уже мертва? Если хотите, задайте этот вопрос Валиде Султан. Лализар. Ясно, у кого ты черпаешь эту дерзость. Но не забывай, кто стоит перед тобой. Будь внимательна. Эти слова опасны. Силахтаар. В чем дело? Тебя не касается Кеманкеш. Кеманкеш. Да будет доволен вами, Аллах, Кеманкешага. Вы пришли в самое подходящее время. Что случилось, Лализар Хатун? Какие у хранителя покоев с тобой проблемы? Он не может принять мою новую должность. Постоянно отдает приказы. А вы как? Вы в здравии, иншаллах? Благодарю. Ильяс Паша не отправился в Дамаск. Он вернулся в Балакисир. Собирает войско для восстания. Я говорила тебе, Мурат, мы должны были отрубить ему голову. Они окружили нас со всех сторон, как плющ. Неважно, куда я пойду, с этой стороны они меня и обвивают. Сегодня мы поймали во дворце предателя иезуитов. Также нашли труп священника, что являлся их главой. И персидские послы были в этом деле, а они сбежали. Персы на пустом месте никогда подарков не приносят. Я забыла, что исходов у детоков. Не волнуйтесь, Валиде. Конец каждого из них близок. Ильяс Апашо я лично обезглавлю. Я не желаю, чтобы ты покидал столицу, Мурат. Ты ушел единожды, и я чуть ли не умерла. Да убери, что ты лахма, Валиде. Стража. Повелитель. Дайте весть Ахизаде и Фензи. Пусть он прибудет в покое для дивана. Так прикажете. Почему ты зовешь Ахизаде? Какое он имеет отношение к этому делу? И мне это интересно, Валиде. Ведь он и настоятельно советовал мне сослать Ильяса Пашо. Муфти Хазрат Лари, как обстоят дела? Были ли обследованы дела, касаемо Яхи и Фензи? Муфти Хазрат Лари, ваш сын, Сиит Афензи, лично обследует все и занимается этим. Но на данный момент нет ни слуху, ни духу. Конечно, не будет. Их я настолько хитер, что он по снегу ходить будет и следы не оставит. Войди. Муфти Хазрат Лари, повелитель желает видеть вас. К добру лишь, иншаллах. В чем дело? Мне неизвестно. Пекале. Славно. Тогда выйди, я прибуду. Игорь-побед. Войди. Повелитель, вы желали меня видеть. Подойди. Ильяс Паша, он был под моей рукой. Ты сказал, будет неверным казнить его. Тогда ты поднимешься в восстание. Ты уж был готов отвечать за него. Я послушал твой совет и сослал Пашу. Но по пришедшим вестям, он поднял флаг восстания. Не поймите неправильно, Повелитель. Но как я мог знать, что он проявит неверность? Раз не знал, то почему ты настолько уверенно говорил передо мной? Ты действуешь совместно с ними? Повелитель, я шейх Ули-Ислам этого великого государства. Как вы можете обвинять меня в подобном предательстве? Не обвиняй Муфте Фэнди. Если бы я обвинял, то я сделал бы должное. Отныне, перед тем, как сказать или дать мне совет, обдумай все дважды. Я даже не знаю, что и сказать. И я, и моя семья годами вернослужим династии и государству. В нашем прошлом нет ни капли от грязи. Ни капли, Повелитель. Есть, Муфте Фэнди? Есть. Я помню один из следов. В дни бунтов. Разве перед подлецами? Ты не ответил вместо меня? Мы не верим Падишаху, что убил Хусре Абапашу. Мы желаем уверенности, что он не тронет Шехзаде. Хотим уверенности, хотим уверенности. Хватит! Являясь вашим Шейху-ли-Исламом, говорю вам, можете быть уверены во мне. Не ты ли поставил себя выше меня? Не смею. Ни за что не смею, мой султан. Я даже думать об этом не смел. Я лишь хотел уберечь вас. Да кто ты такой? Шейху-ли-Ислам-Эфенди. Да кто ты такой? Что вместо Падишаха слово даешь? Думал, что я забыл тот позор? Это уже второй раз, Ахизаде-Ислам-Эфенди. Второй. Да будет мне свидетелем Аллах, что третьего раза не будет. Можешь идти. Можешь идти. Что скажешь, Ехе-Ислам-Эфенди? Он может действовать вместе с Лиасом Пашой? Повелитель. Что же мне врать? Я не люблю Шейху-ли-Ислам-Эфенди так же сильно, как свои грехи. Но не думаю, что он имеет что-то общее с бунтом. Не хочу об этом и думать. Не хочу, повелитель. Ахизаде-Ислам-Эфенди Я знаю, что ты делаешь, Ехе-Ислам-Эфенди. Лживыми сведениями ты наполняешь повелителя гневными мыслями обо мне. Довольно. Довольно. Или ты узнаешь свое место, или же я тебе покажу его. О чем вы говорите, Муфте-Эфенди? Я и слова против вас не сказал. Кроме того, я лишь только что узнал об данном инциденте. Не говорите, не зная истины. Я сказал свое слово. Или ты уйдешь с моего пути, или же я переступлю через тебя. Аллах, дай мне терпение. Побереги мой разум. У меня уже не было надежды. Наконец-то ты пришел. Пришел, Эстер. Так как я должен тебе кое-что сказать. Конечно, мы поговорим. Что происходит? Мы подошли к концу, Эстер. Я больше не приду. Не жди меня. И не шли мне вести. Я не глупая. Все понимаю. Последние дни ты довольно сильно отдалился от меня. Почему ты делаешь это, Силахтар? Ради кого? Эстер. Так будет лучше. Я больше не хочу печалить тебя и причинять боль. Я и так получила довольно много боли. Ты должен мне объяснить. Почему ты расстаешься со мной? Говори. На этом мои слова окончены. Эта тема закрытая, Эстер. Я не похожа на других женщин. Я тебе это говорила. Ты не можешь получить желанное и вот так убежать. Я через сон. Тихо. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»